Здравствуйте, дорогие друзья! 27 декабря 2016 года сегодня. Зовут меня Сергей Окунев. У нас удивительно, но все же программа «Периферийное зрение», канал «Артподготовка». Всех рад приветствовать. Сегодня я не один, со мной в студии Евгений. Вечер добрый. Да, ну, как всегда, у нас традиционный вопрос, видите ли вы нас, слышите ли вы нас. К счастью, вроде бы все технические проблемы мы окончательно решили. Да, вчера вышли и в периферийном зрении, и в плохих новостях, поэтому, надеюсь, ура, заработало. Все очень хорошо. Видите, с первого раза в этот раз очень хорошо. Так, ну что, давайте тогда сразу начнем с каких-то новостей. Ну и одна из основных новостей, сегодня многие, кстати, об этом писали и в социальных сетях, и нас просили как-то прокомментировать. Это, конечно, день рождения Бодрова, да, то есть сколько сегодня лет ему должно было исполниться? 45. 45 лет должно было исполниться сегодня Бодрову. Ну, в общем-то, что сказать? Я, честно скажу, с большим уважением отношусь к Бодрову, да, смотрел несколько документальных фильмов, читал его письма жене. Кстати, советую многим, да, почитать. Интересные, занятные вещи вы, наверное, для себя отметите. Но как-то вот фильмографию его не смотрел практически ничего. Вот ты, кстати, меня заставил посмотреть брата, за что тебе большое спасибо. Вот. А Брат 2 я до сих пор не смотрел, представляете? И, в общем-то, остальные фильмы. Кавказский пленник смотрел, наверное, когда еще в школе учился. И вот сейчас вы меня вспомните, заставьте, о чем речь я, наверное, даже не вспомню. Не потому что я не люблю Бодрова, не потому что я как-то, там, не знаю, не люблю фильмы того времени. Нет, просто почему-то, ну, как-то, не знаю, не срослось у меня. В общем, я думаю, что сегодня очень хороший повод посмотреть фильм Брат 2. По крайней мере, мне впервые, да, поэтому это будет очень неплохо. Звук не очень. А почему? Вы напишите, пожалуйста, что именно с ним не очень. Вот. Ну, и хочется, конечно, вспомнить цитату, одну из таких самых ярких, и... Я думаю, что очень подходящих в нашей современной жизни, к сегодняшнему дню, цитату Бодрова, «Если ты прав, вовсе не значит, что тебе будут верить, за правду нужно бороться». Да, и вот, в общем-то, и тогда, в то время, и сейчас эта фраза очень актуальна. Поэтому я призываю вас не забывать о актуальности этой фразы, да. Так, пишут, что со звуком все неплохо. Да, вот вчера нас очень критиковали, отчасти, да, критиковали люди, меня в частности, когда я говорил, что, ну, в общем-то, говорил про упавший самолет. Вот, в частности, очень много комментариев было, и один и тот же человек писал, и разные люди писали, приводили в пример войну американцев в Ираке, да, и говорили, танцевали ли американцы в Ираке, там, на костях погибших и так далее. Но вот, увы, я хочу разочаровать людей, которые считают, что американцы, наверное, я не знаю, святые, или как-то иначе, но так или иначе, вот вам, пожалуйста, фотография. Это фотография традиционного концерта одной из групп, я, кстати, не знаю, что это за группа, я не исключаю, что это, может быть, очень известная группа, я как-то не знаток американского творчества. Опять же, не потому, что я его не уважаю, но как-то вот у меня не сходится с популярной культурой, как-то так вот исторически сложилось, не сделал себе в привычку, да. И таких концертов было очень много, да, и фотографий подобных очень много. То есть, по сути, здесь происходит то же самое, что происходит сейчас в Сирии, да, то есть в военном устроили концерт. И я как бы не говорю, хорошо это или плохо, и как это можно совместить с тем, что произошло в Сирии или как-то иначе, но просто вот люди как бы такой провели, такую аналогию, да, и меня покритиковали, сказали, а вот танцевали ли там американцы на костях в Ираке. Танцевали, увы, друзья, в данном случае мы, в общем-то, не особо чем-то различаемся. Может быть, в деталях, да, но в целом, как видите, все-таки не сильно различаемся. Это Бона, да, кстати, возможно. А там со спины, как вы вообще угадали, я Бона, кстати, знаю. Да, не совсем, я не совсем потерянный человек, я знаю, кто такой Бона. Вот, ну и одна из таких основных сегодня новостей, мне уже и написал человек из Саратова, и позвонили. И уже я отъехать успел, меня человек лично встретил, сказал, а как там, правда, неправда, избили Вячеслава Мальцева. На самом деле, это очень громкий заголовок, есть даже такой способ распространения информации, да, когда ставят какие-то очень громкие заголовки, а на деле все иначе, да, и вот у того видео, у которого громкий заголовок, у него просмотров гораздо больше, хотя не важно, что там полная глупость, поэтому в данном случае примерно то же самое. Действительно избили Вячеслава Мальцева, действительно это произошло в суде, я так понимаю, в Москве во время слушания дела группы за честную власть, да, то есть, ну, всем известно, Барабаш, там сейчас его судят, и во время судебного процесса избили зрителя, который якобы заснул во время судебного заседания, избили его судебные приставы, как сообщают очевидцы, били дубинками и ногами, и пострадавшего зовут Вячеслав Мальцев. Но я спешу всех расстроить или обрадовать, смотря кого как, это не наш Вячеслав Мальцев, Вячеслав Мальцев сидит в Саратове у меня за спиной, поэтому, в общем-то, обрадуйтесь или наоборот как-то опечальтесь, да, то есть, это не про нашего Вячеслава Мальцева, он очень посмеялся, когда об этом услышал, мы сделали вывод, что, возможно, не случайно распространяется такая информация, и, кстати, я не исключаю, что, может быть, этого человека вообще не Вячеслав Мальцев звали, да, потому что там по некоторой информации вызвали Вячеслав Мальцев, посмотрим, как бы, в любом случае, это не наш Вячеслав Мальцев, поэтому люди спрашивали, и я об этом, в общем-то, сказал информацию, такую распространяет сайт Каспаров.ру. Ну, я не думаю, что Каспаров.ру будет специально о чем-то врать, но то, что некоторые сайты уже растащили именно с такими заголовками, что в Москве в суде избили Вячеслава Мальцева, ну, я понимаю, что это определенный как раз способ распространения информации. Друзья, скажите, не виснет ли у нас картинка, просто у меня она немножко подвисает, мне интересно, как она у вас. Каспаров.ру – это туда, куда-то зайти. Да, Каспаров.ру – забавная ситуация, я и не знал, заблокировали сайт Каспаров.ру, Каспаров у нас, оказывается, главный экстремист теперь, да, я причем очень упорно не мог даже через какие-то сайты специальные, через которые заходят на заблокированные сайты, почему-то я именно на Каспаров не смог зайти. Странно, я вот не знал, что, например, Каспаров.ру заблокировали, но в итоге я, конечно, разошел, это не так уж сложно, как кажется, скажем так, да, и опять возвращаясь к той картинке, я вчера и вспомнил, да, про Роскомнадзор, я и здесь главный, вот, когда так муравьи отбегают рядом, вот это примерно из той же оперы. В общем, я успешно, будучи одним из этих муравьев, я успешно отбежал. Все хорошо. К новостям? Да, к новостям. В Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ на 15%. Да, очень хорошая новость, действительно, такая радостная, скажем, да. Во-первых, там были аномальные морозы, да, поэтому всем участникам новосибирского митинга, я знаю, что там участвовали и в том числе наши сторонники Вячеслава Мальцева, да, из нашей новосибирской хунты, мы вам передаем из теплого Саратова пока что большой привет, слова поддержки, вы молодцы, что вышли на акцию протеста, несмотря на то, что там даже аномальные морозы были, говорят, до 30 градусов. То есть люди в 30 градусов вышли на митинг в выходной день, вместо того, чтобы греться где-то дома, у теплых батарей, пока они еще теплые, пока не отключили их, да, за неуплаты. И что радует, то, что сразу появилась информация о том, что городская дума пересмотрит, я так понимаю, что уже пересмотрела, я пока не нашел официальной информации, я думаю, что завтра она уже появится, о том, что новосибирская дума уже пересмотрела рост вот этих тарифов, да, и они, в общем-то, хотят сократить их с 15 до 7 процентов, участники акции говорят о том, что это, в общем-то, не цель, да, то есть их и 7 процентов не устраивает, то есть они будут продолжать всевозможные акции протеста, уже поговаривают о том, что у них пошли политические требования, требования об отставке губернатора, вот, то есть вы молодцы, Новосибирск реально молодец, показывает пример, как нужно, в общем-то, свои права отстаивать, и вот говорят, забери микрофон у собеседника, отдай мне микрофон, у нас один микрофон, и он, кстати, ближе ко мне, поэтому мне будет сложно забрать у собеседника микрофон. Звук вчера был лучше, так, ладно, хорошо, что-то все критикуют звук, давайте я сейчас немножко пошаманю, раз уж такое дело. Так, мы до 6 сохраним, я думаю, что будет получше, ну, практически верно. Следующая новость. Да. Официальный твиттер от ФБР опубликовал рождественскую открытку со снеговиком, нарисованную. Так, сейчас люди нам скажут. Вот что значит не пить. То есть, если бы я сидел ужратый, то все будет хорошо. Третий вопрос. Сейчас, попытка. Видно, слышно? Да, друзья, напишите, видно ли, слышно ли нас. Пошло, пишут. Да, это, я говорю, классический вопрос, пропустили мой монолог. Классическая ситуация, когда если что-то не работает, то не работает сразу все, да, то есть, причем даже то, что совершенно никак не связано друг с другом. То есть, сначала у нас отключился интернет по непонятной причине, потом просто вылетел ОБС по непонятной причине. Сейчас я не удивлюсь, если выключится свет, и, я не знаю, что-то еще может, обогреватель отключится. Вот, причем совершенно никак, я говорю, не связанные между собой вещи. Нас не сломить, мы продолжаем. Официальный твиттер ФБР опубликовал рождественскую открытку со снеговиком, нарисованную в Пайнте. Замечательно. Вот я говорю, что некто журналистка Лия Махешвари покритиковала, в общем-то, пишет, что мне очень нравится то, что агентство с миллионным финансированием доверило эту задачу стажеру, использующему Пайнт. Во-первых, журналист Лия Махешвари не знает, как пишется слово агентство, это уже странно, в смысле, по-русски не знает, как это пишется. Во-вторых, вот я вам покажу, во-первых, эту замечательную картинку, мне, кстати, она нравится, несмотря на то, что она сделана в Пайнте, по-моему, это очень мило, если бы меня ФБР поздравила такой картинкой, я бы проникся, мне было бы очень приятно. Поэтому зажрались вы, господа, янки. И, в конце концов, ФБР, у меня есть вам рекомендация. В нашей программе замечательное, периференное зрение, постоянно появляется информация о том, что какие-то российские чиновники отчитались о строительстве дорог, о благоустройстве города с помощью фотошопа. То есть у нас как раз умельцев очень много, и, кстати, делают они это достаточно качественно. И этих людей почему-то увольняют. Вот помните, в Петербурге была новость о том, что уволили какого-то чиновника, который с помощью фотошопа отремонтировал дорогу. Отремонтировал-то он хорошо, красиво. Это практически лучше, чем на ФБР делает открытки в Пейнте. Поэтому он сейчас безработный. Вы можете его совершенно спокойно взять с фотошопом. Он точно знаком. Я думаю, что как минимум для начала своей карьеры в ФБР он может вам делать новогодние открытки. А там дальше посмотрим. Бороться с преступностью тоже можно с помощью фотошопа. И вот в Братске на новогоднюю елку повесили скелет. Это тоже к вопросу. Это не фотошоп, да? Тут как раз все реально. Вот так замечательно выглядит елка в Братске с таким реальным скелетом, который на ней висит. Но на самом деле мы вот вспомнили о том, что у нас в заводском районе прекрасный случай был в прошлом году, когда тоже висела кукла. Причем в данном случае есть и скелет. Но еще можно подумать, что это как-то такая игрушка типа скелет, да? Но там всякие мультики, я знаю, с какими-то живыми скелетами. Я что-то отдаленно видел, да? Можно подумать, что это какой-то мультипликационный персонаж. Вот там вот висела кукла такая, причем повешенная за шею. То есть если ночью идти плохое освещение, там елка и висит такая кукла, повешенная в заводском районе за шею. А надо понимать, что в заводском районе могут повесить не только куклу за шею. Ладно, стереотипы, на самом деле, заводской район может быть даже и поприличнее, чем центр в последнее время. Поэтому всем привет зрителям из Саратова, кто смотрит нас из заводского района. Надеюсь, что у вас сегодня никого не повесили на елке. Обмин.Связь в пятницу вечером опубликовала проекты подзаконных актов, разъясняющих положение по праву к закону о связи. Да, вот такая замечательная новость. Во-первых, мне очень понравилось, что организация, которая занимается, комитет, которая занимается антитеррористическим пакетом, который тот самый пакет Яровой, он называется оп.мин.ком.связь. Оп.мин.ком.связь, да. Я предположил, что можно его еще назвать ёп.мин.ком.связь. Это было бы еще лучше. Можно вообще связь убрать. Зачем? Связь это лишнее. Просто мин.ком.ёп или мин.ком.ком.оп. То есть, ну, в общем, много можно поэкспериментировать на эту тему. Ты знаешь, о чем я вдруг подумал? Совершенно отвлеченная мысль мне пришла в голову. Мы во время выборов смотрели вообще отвлеченные совершенно. Она мне пришла в голову. Мы во время выборов смотрели дебаты с Живиновским. И я говорю, Вячеслав Шлавович, а почему Живиновский постоянно в нос дергает? Вот. Да, и Вячеслав Шлавович мне объяснил, почему, что это, в общем-то, один из признаков. А я сейчас сижу и ловлю себя на мысль, что я уж пятый или шестой раз делаю вот так. Я не знаю, почему у меня почему-то нос зачесался. Поэтому не подумайте, я ваш троллинг просто уже на ранних стадиях, на зачатках уже как-то ограничиваю. А вот что касается об Минкомсвязи и закона Яровой, многие ожидали, что вот эти подзаконные акты, которые будут опубликованы, что там объем хранения телефонов, переговоров и трафиков, в общем-то, сократят эти сроки и объемы. Ничего не сократили, все оставили так же, как было. То есть как пакет Яровой был неисполнимым, да, и это такое что-то из области фантастики, так и оно и осталось. То есть эти подзаконные акты, на которые все рассчитывали, они, в общем-то, никак ничего не урегулировали. То есть приняли закон, который совершенно невыполним. Но посмотрим, к чему это приведет. То есть вот мы причем видим, что даже представители Мегафона, самой провластной структуры, самой ГБшной, самой вообще адской, которая только возможна, но нужно понимать, что сайт ВКонтакте перешел в ведомство Мегафона, да, даже они говорят о том, что, в общем-то, там какие-то невероятные объемы, и это невозможно, в общем-то, каким-то образом хранить. То есть даже если их ГБшные структуры говорят о том, что это невыполнимый закон, то я, в общем-то, склонен этому верить. Посмотрим, я думаю, что в скором времени он уже начнет действовать в полную силу, да, во всю мощь свою. Посмотрим, как это получится. Я думаю, что не очень продуктивно. Туляки подарили Тамбову двухтонную сковородку для жарки картофеля взамен треснувшей. Да, тут целый блокбастер. То есть туляки подарили Тамбову двухтонную сковородку для жарки картофеля взамен треснувшей. То есть уже была двухтонная сковородка, которую подарили Тамбову, и как бы вы думали, кто все те же туляки, и это я не шучу, диаметр почти 3 метра. Ей в Тамбове, в общем-то, готовят картофель на псковской ярмарке, а прежняя также от тульских мастеров треснула. Ну, в общем-то, Тамбов может жить спокойно, да, и может спокойно кушать картошку, которая будет на трехметровой сковородке. Я, может быть, никогда в жизни бы и не взял бы эту новость, ну, какая-то глупость, кто-то там кому-то что-то какую-то подарил сковородку, если бы она не висела во всех топах Яндекса, причем федерального. То есть это одна из главных новостей в России. И вообще, на самом деле, сегодня вот весь день такой. Все новости, либо о том, что московский суд признал переворот в Крыму, это вообще абсолютная чушь, переворот в Украине, не только в Крыму. Вот, это полная чушь, мы об этом в 21 час поговорим. И, в общем-то, кто-то что-то достал там со дна Черного моря, да, где упал самолет, и вот сковородка. Вот три главных новости в России сегодня. Сегодня это переворот в Украине, упавший самолет и сковородка, которую подарили в Туле. Прикольно, что сказать. Да, друзья, я вначале не сказал, просто люди нам присылают. У нас работает донат, в том числе на моей трансляции, поэтому, если у кого-то есть возможность и желание нам помогать финансово, пожалуйста, первая ссылка в описании, там все максимально просто. И ваши сообщения мы обязательно будем зачитывать. Вот Олег нам прислал привет, большой привет Олегу. Имя прислало сообщение и 50 рублей. Имя, я прочитал ваше сообщение и принял 50 рублей, спасибо. Снежок, наш постоянный зритель, кстати, прислал слово Беспутин. Снежок, я получил ваш Беспутин. И Татьяна, в общем-то, слава Украине, слава Украине, поддерживаю. 200 рублей нам прислала, большой привет Татьяне. Тоже, кстати, у нас постоянный гость, наш постоянный зритель. Следующая новость. Прекращение дела о падении дерева на 13-летнюю девушку обжалован. Да, но это достаточно старая история, ты вот, может быть, помнишь ее. В 15-м еще году, весной, по-моему, да, какого, 29 марта, да, все правильно, весной, упало дерево на улице Шелковичная на 13-летнего ребенка. И очень серьезная там была такая ситуация, да, то есть порывистый ветер. На самом деле он был не такой уж и порывистый, и очень долгое было рассмотрение, было ли штурмовое предупреждение, виноват ли в этом ребенок, что он там якобы где-то ходил, где было штурмовое предупреждение. Оказалось, что штурмового предупреждения не было. И порывы ветра вообще не были там такими сильными, как о них говорили изначально. И, в общем-то, дерево это упавшее на ребенка, очень серьезные последствия на здоровье. То есть ребенок месяц находился в коме, вот врачи боролись за ее жизнь. И радует, что, в общем-то, она осталась жива, хотя у нее группа инвалидности, но я так понимаю, не первая, да, там вторая, хотя здесь не написано, но я слышал о том, что это вторая группа инвалидности. Будем надеяться, что здоровье ее будет, конечно, улучшаться год от года, а не наоборот. Поэтому выражаем, конечно, поддержку свою, здоровье желаем. Но Следственный комитет возбудил уголовное дело еще тогда, в 2015 году, по 293 статье Уголовного кодекса, я так понимаю, это халатность. Поправьте меня, здесь просто не написано. Или написано, да, халатность, часть вторая, 293 статьи Уголовного кодекса. И, в общем-то, пришли исследователи к выводу, что вина лежит на районной администрации, потому что именно городская мэрия, да, районная мэрия, в общем-то, держала на балансе это дерево. Вообще забавная фраза, держала на балансе дерево. Так или иначе, в общем-то, вот с 2015 года ходит рассмотрение. Там выяснилось, что сначала этот тополь был, в общем-то, передан в Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Саратова. Но якобы он был передан 1 января, а потом пометка о принятии акта стоит 3 апреля, уже после трагедии. Ну, то есть, вот это классическая канитель. О чем это говорит? То есть, на самом деле, здесь пытаются найти какого-то виновного, да, то есть, вот говорят о том, что виноват заместитель главы администрации Фрюминского района по благоустройству Владимир Шутов. Но какая-то экспертиза признала, что надзорный орган усмотрел отсутствие состава преступления у Шутова, поскольку определить заболевание тополя было якобы невозможно, вот, и вообще все это, там, несчастный случай произошло случайно. Я, может быть, даже и согласен с этим, и, может быть, вот этот Владимир Шутов, ей действительно не виноват. Я тоже ставлю себя на его место, да, то есть, естественно, он не подпиливал этого дерева, да, то есть, нет прямой, прямой халатности, да, то есть, не знаю, сложная ситуация. С одной стороны, конечно, я понимаю, что пострадал ребенок, и кто-то должен за это ответить, да, но я не думаю, что в этом виноват Владимир Шутов. Почему? Потому что в городе Саратове, как и во многих других городах, создалась система, вернее, даже, скажем не так, отсутствие системы, абсолютно верно, я только хотел себя поправить, система отсутствует. То есть, вот у нас есть замечательные парки, да, замечательные скверы, пока еще остаются, и, как вы думаете, кто за ними наблюдает? У нас был экологический комитет, у нас был комитет какой-то садово-паркового хозяйства, городской мэрии, все это уничтожено, сейчас ничего из этого нет, и за деревьями в Саратове сейчас совершенно официально следят городские электросети. Электросети следят за деревьями, то есть, все опилы аварийных деревьев, всевозможные санитарно-технические работы проводят городские электросети, которые вообще никаким образом не относятся, в общем-то, к данной сфере, да, поэтому именно на это нужно обратить внимание, но никто на это внимание обращать не хочет и не будет, то есть, гораздо проще найти какого-то Владимира Шутова, который, судя по всему, самый какой-то там незащищенный, нет у него ни друзей, там, я не знаю, ни каких-то там отцов или матерей в городской мэрии, да, за которым можно позвонить и сказать, мама, меня обижают, дядечки из следственного комитета, у него, видимо, таких нету, да, вот, самого какого-то низшего исполнителя, и вот сейчас его будут во всех смертных грехах практически там в инвалидности ребенка обвинять, но виноват, конечно же, не он, виноваты городские власти, и вот эта система, отсутствие системы, да, и система, которая развалила систему, вот так можно сказать, да, потому что это же, опять же, не случайно все произошло, планомерно уничтожались эти комитеты, уничтожалась целая отрасль экологической районной мэрии, а теперь, в общем-то, вот такие результаты мы получаем. И это происходит систематично, самое главное, вот эти вот деревья падают, и также огубятся эти деревья, не вовремя остригаются, опиливаются, как на улице Чапаева у нас было, да? Да, конечно, очень много скандалов, Саратов очень сильно имеет очень большие проблемы с экологией, мы вот знаем об этом не понаслышке, мы этим вопросом стараемся как-то заниматься в рамках своих сил, да, которые у нас, возможности и полномочия есть у нас, как у частных лиц, я имею в виду общественников, да, мы стараемся как-то в это вмешиваться, и, кстати, иногда достаточно успешно, и поэтому мы знаем, что Саратов, на самом деле, я как человек, который проехал этим летом очень большое количество городов, я могу сказать, Саратов очень, имеет очень большие проблемы с экологией, об этом прям нужно отдельно разговаривать, я там в конце еще тогда два слова на эту тему скажу. Следующая новость, бабушка заплатила экстрасенсам 8 миллионов, чтобы внучка поумнела. И мне всегда очень нравится, меня вот критиковали, когда я работал журналистом, меня всегда критиковали, что я не умею делать подзаголовки, потому что я их всегда делал из каких-то таких юлящих таких, да, как это сказать, вещей, мне всегда говорили, но это неправильно, так делать не надо, и вот здесь заголовок бабушка заплатила экстрасенсам 8 миллионов, чтобы внучка поумнела, а подзаголовок не помогло, вот это прям, это прям мой подзаголовок, вот у меня бы никогда, меня бы ругали, сказали, что мне это неправильно, уволим, если еще раз так напишешь, тут вот не помогло, ну а как вот, что здесь еще написать в подзаголовке, понимаешь, ну понятно, можно написать там, началась проверка какая-то, обычно так пишут, но суть-то в том, что не помогло, а не в том, что началась проверка, пенсионерка из Москвы решила помочь своей внучке, у которой возникли проблемы с учебой, ну мне жалко, конечно, эту бабушку, потому что это чистая жертва аферистов, и вы как-то, ну, наверное, скажете, что она, мягко говоря, не очень умная, да, во-первых, ей 81 год, и это оправдано, а во-вторых, ну, наверное, не каждый человек потратит 8 миллионов на то, чтобы, в общем-то, как-то помочь своему, там, ребенку, да, внучке, там, или правнучке, поэтому, не знаю, конечно, такая комичная ситуация, но я представляю впечатление этой бабушки, да, ее какие-то душевные терзания теперь, но теперь ребенок просто обязан учиться хорошо, я думаю, чтобы оправдать, сказать, не, бабушка, все помогло, не парься, я поумнела, все сработало, но вообще, если серьезно, конечно, проводите воспитательные беседы, я об этом всегда говорю, со своими бабушками, в частности, вот с людьми такими уже, старшего поколения, особенно если 70-80 лет, да, очень часто люди не социализированные, не готовы к тому, что, в общем-то, огромное количество мошенников, которые на этом наживаются, поэтому всегда нужно объяснять, да, что не надо никому давать деньги, нужно, там, разговаривать по телефону с кем-то, да, там, мама, я попал в беду, пришли мне 100 тысяч миллионов, потом все объясню, и мы же знаем, какое огромное количество денег, миллионы, вот эти мошенники на этом зарабатывают, да, поэтому давайте, в первую очередь, профилактическую работу среди своих близких вести, это действительно очень важно. В Держивске 7 человек пострадали при столкновении автобуса с Фурой. Да, я уже даже не стал ставить эту новость в первую строчку, и еще было огромное количество новостей, я не знаю, что происходит с этим миром, да, или сдулся шар земной, так или иначе, огромное количество ДТП с автобусами, вот начались они в ноябре, и в октябре, даже в конце октября, и вот уже два месяца ежедневно, раньше мы слышали по одной вот такой громкой новости, теперь уже, я не знаю, там, по, наверное, по три или четыре таких крупных ДТП каждый день происходит с участием автобусов, и причем я сказал о том, что теперь автобусы биться с большегрузами, и мы все увидели, да, вот в Хантамансийске эта история всем известная, теперь вот автобус с Фурой, там восемь человек пострадали, и еще огромное количество, то есть если мы будем брать все новости про автобусы и фуры, то, наверное, всю программу можно об этом говорить, каждый день это происходит, поэтому в очередной раз всех призываю отказываться от передвижения на автобусах хотя бы вот в этот очень опасный промежуток времени, не знаю, с чем связано, почему именно сейчас, но так или иначе, это действительно очень опасно сейчас, автобусы очень опасны, не менее опасны, чем боярышник. Да, и вот интересную новость нам прислали наши зрители, застройка стадиона Красная Стрела, градостроительная катастрофа в Лосиноостровском районе, и вот я не понимаю, чем так не угодили, там прям настоящий геноцид этой бедной торфянки происходит, да, то есть все мы знаем о том, что происходит с парком Торфянка в Лосиноостровском районе города Москвы, да, где уже в течение нескольких лет идет противостояние между РПЦ и местными жителями, да, там уже и уголовные дела возбуждены по абсолютно надуманным причинам, и уже там есть драки, есть пострадавшие, и там уже кто-то в кого-то стрелял, и вообще какой-то, я не знаю, даже это не 90-е, это что-то вообще ужасное происходит, и теперь городская администрация хочет снести стадион Красная Стрела, который находится там же, недалеко от парка Торфянки, для того, чтобы застроить там новым элитным микрорайоном, причем местные жители говорят о том, что это будет огромная нагрузка на транспортную систему, то есть ты понимаешь, о чем идет речь? Вот мы уже привыкли к тому, что везде беспредел, да, к тому, что глупые решения, к тому, что строят то, чего не нужно, к тому, что уничтожают там стадион, парки и так далее, но они же могли закрыть там, уничтожить какой-то другой стадион, то есть это, ну вот, в таких вещах видится то, что они вот как, ну можно сказать, что такой плевок в лицо вот именно местным жителям, да, вы воюете за эту, там, за этот парк, но мы вам еще и стадион снесем, вы сейчас будете воевать за стадион, мы вам снесем еще там, я не знаю, больницу или что-то еще, то есть они могли найти любой другой стадион в любом другом месте, и им было бы даже проще, но нет, они специально, в общем-то, делают наезд именно на этот стадион, именно на этих местных жителей, поэтому я не знаю, прям такой геноцид торфянки на самом деле, вот этого района Лосиностровского происходит, вот, большую поддержку как бы выражаю местным активистам, которые борются за сохранение парка, да, то есть им рассказывают, нам рассказывают, вернее, что они там борются с христианством, там чуть ли не с религией, там с какой-то, они, конечно, борются не с христианством, и не с религией, и даже не с РПЦ, они борются за свой сквер, за место отдыха, за законную зону отдыха, и борются за закон, потому что все эти действия, которые там происходят, они абсолютно незаконны со стороны, в общем-то, РПЦ, и я думаю, что вот застройка этого стадиона, она также, в общем-то, незаконна, поэтому мои слова поддержки, я бы с удовольствием пообщался с местными жителями, которые там занимаются этим вопросом, да, для того, чтобы они более оправданно смогли ситуацию свою обрисовать, да, чтобы люди понимали, что там происходит, чтобы вот эти мифы, что они там борются с христианством, что там какие-то фашистующие, там, сатанисты, там, приносят жертву котов, ну, я думаю, что это, мягко говоря, все неправда. В чате. Автобусы и фуры все на лысой резине, а дороги скользкие, вот и вся причина. Нет, вы понимаете, это действительно так, и действительно есть вещи, от которых, ну, никогда не избавишься. Трофеи из Берлина, сегодня разговаривал, помнишь? Да, трофеи из Берлина. Вот есть вещи, которые, ну, всегда умирают люди, да, и всегда кто-то кого-то убивает, и иногда есть совершенно жуткие примеры, там, убийств каких-то, я не знаю, чего-то еще. Всегда есть какие-то изнасилования, даже педофилия есть, вы понимаете? И машины бьются, и бьются в Европе, и бьются в Америке, и все мы живем на одной планете, все мы смертны, все мы из костей и из мяса, да? Но, когда мы берем статистику, и видим, что в прошлом году их там билось, там, я не знаю, тысяча за зиму, а в этом году их бьется 10 тысяч за зиму, ну, грубо говоря, да? То есть, ну, там, а почему в позапрошлом году билось тысячу? Почему там, я не знаю, за 10 лет вот это среднее число, а в этот раз это среднее число, там, я не знаю, в 10 раз превышено? Наверное, есть какие-то вещи, которые мы пока, ну, не способны вот с рациональной точки зрения оценить. А может быть и нет, а может быть действительно есть какие-то причины, но почему именно за год, да? То есть, ну, я понимаю, что дороги плохие, но они что, год назад были прям сильно лучше, в 10 раз лучше были дороги, а в позапрошлом году они были в 10 раз лучше, но я не думаю, поэтому не знаю, у меня как бы сомнения. Я думаю, что есть какие-то вещи, которые мы пока не способны анализировать, и причем обратите внимание, вот интересная такая вещь в Эстонии, в Латвии, в Литве, да, то есть, вчера я читал о том, что там существуют центры по анализу и сбору информации. Они называются вот так непонятно, центры по анализу и сбору информации. А чем они занимаются? Они занимаются мониторингом всевозможных статистических явлений, которые происходят в стране, да, и они как раз занимаются практически тем же самым, чем мы. Они читают новости, но не только те, которые попадают в открытый доступ, а читают всевозможные сводки, да, от ГИБДД официальные сводки, от МЧС и так далее. И делают шкалу определенную, да, и смотрят, почему вот там в определенный момент происходит там большое количество ДТП, почему в определенный момент происходит большое количество там, я не знаю, пожаров, чего-то еще, да, с чем это связано и как с этим бороться. То есть, там люди и с рациональной, и не только с рациональной точки зрения, да, с прагматичной, с приземленной, но есть какой-то еще на это смотрят, и это работает. Значит, наверное, и нам нужно обратить внимание свое на это. Так, ну что, на вопросы давайте поотвечаем. Я думаю, что у нас сегодня эфир будет покороче, поэтому задавайте свои вопросы. И напоминаю, что работает донат. У кого есть возможность, пожалуйста, поддерживайте нас. Нам приятно, вам не сложно. И полезно, самое главное. Сейчас закликаем в группу, может, там есть вопросы. Да, кстати, у нас есть группа ВКонтакте, я напоминаю. Вы можете оставлять там какие-то реплики, комментарии, у нас там периодически опросы интересные проходят. Вообще активно, достаточно, ваша активность, она хорошо проявляется. Спасибо вам за это. Когда в Москве, не знаю, пока посмотрим. Спрашивают, националист ли я. Да, я националист. Смотря что вы считаете национализмом. То есть есть национализм как политическое течение, есть национализм как определенная идеология. Опять же, какая идеология? Поэтому я националист, но нужно как бы разделять разных националистов. Хотя это, наверное, не совсем правильно звучало, но конкретизировать. Не разделять, а конкретизировать. Как в любом случае, есть шизики. Нет, я даже не про шизиков. Шизики – это шизики, это понятно. Просто есть, вот ты посади даже совершенно адекватных националистов троих, и мы увидим, что это совершенно разные люди. Есть националисты монархисты, есть националисты какие-то демократы, есть националисты, которые вообще не политические националисты, а они просто именно с точки зрения идеологии национализм воспринимают. То есть любовь к своему народу, к своей культуре, истории. То есть они вообще к политике никакого отношения не имеют. Это тоже националисты. Поэтому националисты бывают разные. Здравый патриотизм. Да, здравый патриотизм. Не ватные, а именно... Да, да. И это же тоже форма национализма. Поэтому национализм обрастает очень большим количеством мифов и легенд. Почему вы не соблюдаете осторожность, дразните гусей, где конспирация? Ну, во-первых, почему не соблюдаете осторожность, смотря что вы имеете в виду? Это во-первых. Во-вторых, где конспирация? Нам совершенно не нужна конспирация, потому что мы, как Вячеслав Шлаш говорит, мы людей лечим от синдрома 37-го года, да. И мы в своей стране, кого нам бояться? Мы в своем городе. Зачем нам где-то по подвалам каким-то прятаться? Мы вот без масок с вами разговариваем. Разговариваем о очевидных для нас всех вещах. И даже для спецслужб очевидных, да. Поэтому как раз те, которые скрываются, как раз те, которые там по подвалам лазят, как правило, потом получают всевозможные уголовные сроки. А гласность – это вообще такая определенная форма защиты. Вот парадокс, да. То есть люди считают, что гласность – это какая-то вот, не знаю, такая слабость, да. То есть человек себя ставит под угрозу. А на самом деле гласность – это определенная форма защиты. Вот людей, которых вытаскивают из подвала, их можно совершенно спокойно засунуть в тюрьму на 150 лет, сказать, что они готовили переворот, и никто никогда про них ничего не скажет. Люди, у которых есть 100 тысяч подписчиков, в каждом городе там по 200, по 300 человек, а в крупных городах там по 1000 приходили на встречи, да. Но с ними, наверное, уже надо как-то немножко иначе вести свои отношения, да. Если мы говорим про спецслужбы всевозможные. Поэтому гласность – это наше оружие. Ну и обратно, есть разная специализация, то есть назначение, да. Кто-то лечает, кто-то занимается какими-то техническими моментами. Да, конечно. А предосторожность в некоторых вещах, она не повредит. Безусловно. Есть лидеры, да, есть люди, которые готовы глаз на свою позицию заявлять. Есть люди просто рядовые, люди обычные, да. Я не говорю, что люди, которые там не лезут на экраны, это сплошь там какие-то трусы, слабаки и так далее. Вообще ни в коем случае не так, да. Поэтому есть просто разная форма борьбы, да, если ее можно так назвать, разная форма борьбы. Станислав, наш постоянный зритель, нас спрашивает Сергей. Раньше Мальцев рассказывал о взглядах своего брата на происходящее. Сейчас вообще не вспоминать, что с ним случилось. Я видел брата Вячеслава Вячеславовича вот прям когда в воскресенье. Очень все нормально вроде бы, насколько я понимаю. Не знаю, смотрит ли он меня, наверное, вряд ли, но если смотрит, то привет ему. Все хорошо. Я не думаю, что там как-то что-то там. Я думаю, что просто вспоминает иногда, да, там, а вот мы с братом что-то обсуждали, да. А в последнее время мы в Москве, и поэтому, наверное, они реже видятся. Это нормально. Ну и накануне, накану Новый год, как ты собираешься отмечать? Новый год, посмотрим, не надо загадывать, как его отмечать. Есть много разных вариантов, да, начиная от того, что я повторю судьбу Бори Минцова и отмечу Новый год. В спецприемнике есть такой вариант, да, я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, так это или нет. А так планировали вообще в Москве. Пока не знаю, возможно, план изменится. Как-то я Новый год особо без какого-то размаха всегда в узком кругу своих друзей. Причем не всех, как правило, с кем хотелось бы, да, встретить по разным причинам. Не знаю, я как-то никогда вот этой новогодней истерии, хотя я люблю Новый год, но новогодней истерии никогда. Уж точно я никогда никакие вот эти огромные пьянки, корпоративы, ничего никогда не организовывал. В прошлом году, сам помнишь, как мы встречали Новый год, так по-семейному, можно сказать, да, в кругу друзей. Поэтому я думаю, что в этом году встретим так же. А какие мысли от предстоящего года? Что ты отдешь, ну, понятно, что 5, 11, 17, возможные президентские выборы, да? Вот ты хорошо, ты меня на правильные мысли наталкиваешь. Вот кого мне не хватало-то, оказывается. Во-первых, о чем я хотел сказать, друзья. У нас тема, которая вам мало знакома, но давайте я о ней скажу. Может быть, кому-то будет интересно, никого за уши не тяну. Как бы это в моем случае не с точки зрения каламбура звучало, да. У нас есть движение, которое называется «Новое поколение». И в субботу я хочу провести итоговую конференцию. Я не знаю, где она будет проходить. Я, в общем-то, занимаюсь отделом информации в этом движении, поэтому это моя такая непосредственная задача, скажем так. Я хочу провести прямую трансляцию на нашем канале на YouTube, канале «Нового поколения», в котором я расскажу о том, чем движение «Новое поколение» занималось в 2016-м, уходящем, уже практически ушедшем году. Возможно, как-то анонсирую что-то на грядущий год. Не думаю, что очень многое, но все же. Поэтому, если кому-то интересно, кто говорит, что мы ничем не занимаемся, там только перед камерами разговариваем, да, пожалуйста, в субботу я вас жду. Канал «Новое поколение», вы его можете найти. Не путайте, пожалуйста, с церковью «Новое поколение», к церкви «Новое поколение». Мы не имеем никакого отношения. Имперский флаг с щитом у нас на аватарке канала, да. Ну, у меня на странице можно найти группу, через группу как-то. В общем, кто захочет, тот найдет. Я думаю, что я буду вести, скорее всего, эту итоговую конференцию 2016 года и расскажу о том, чем был интересен для нас 2016 год, чем мы занимались, какие у нас есть результаты. Поэтому присоединяйтесь, если вам интересно. Да, хотя, наверное, больше всех интересно будет тем, кто из Саратова, потому что многие вещи нужно понимать, да, то есть это региональные вопросы. Но я думаю, всем будет достаточно интересно. Это такое отступление лирическое, просто в формате рекламной паузы, скажем так. А что я жду от 2017 года? Сложно сказать для себя. Ну, для меня это, конечно, будет решающий год. Я думаю, для нас, для всех будет решающий год. Я думаю, что до весны лично у меня будут большие проблемы, я их уже вижу, да. Нужно принять решение, которое будет наиболее правильным с точки зрения как бы нашего общего дела. Я думаю, что я его смогу принять. Не знаю, что я жду от 2017 года. Дожить до 5-го, 11-го, желательно остаться на свободе, желательно в России. Скорее всего, все три этих пункта не получится совместить. Не знаю, сложный вопрос. Что я жду от 2017 года? Я вижу, что в феврале уже начнутся достаточно активные протестные действия, не только наши, а вообще в целом. Я вижу, что будет очень серьезная, очень сложная весна. Мы не знаем, что готовят нам всевозможные власти с точки зрения выборов. Да, и вот поговаривать, что там президентские выборы могут быть, не исключаю. Хотя сомневаюсь, но не исключаю. Будут осенние выборы, в которых тоже может интересные какие-то вещи быть. И вообще мы говорим о том, что, в общем-то, 5-го, 11-го может произойти не 5-го, 11-го. Это тоже мы не исключаем. Поэтому что? Делать, что должен, и будь, что будет, это вот как бы в данном случае... Я знаю, что я служу высшей цели. Как бы это не... Может быть, не пафосно звучало, но я в этом абсолютно уверен. Поэтому сомнения прочь. Спрашиваю, Кули, вы не боитесь? Можно продолжить концовку твоей? Да, делать, что должно быть, что будет. Боюсь, конечно, боюсь. Вот я мог бы порвать на себе рубашку и закричать, что нет, я ничего не боюсь. Я такой супермен. И я там и в вагоне, в воду, и в медные трубы. Конечно, боюсь. Бояться не стыдно. Я боюсь умереть. Я боюсь, что мне придется покинуть Россию. Я этого очень не хочу. Очень не хочу. Я боюсь, что мне придется сесть в тюрьму. Конечно, я тоже этого не хочу. Бояться не стыдно. Стыдно как-то отступать. Да, как-то отступать от своих убеждений, своих каких-то мыслей, своей идеологии под страхом. Поэтому я пока стойко достаточно держусь, как я считаю, да, исходя из того давления, которое есть сейчас. Оно будет усиливаться, конечно, естественно. И я надеюсь, что я, в общем-то, достойно с честью, как и мы все это переживем и воздастся всем, да, по делам своим, как бы это, может быть, не по-бибилейски звучало. Поэтому я боюсь, но мы все боимся. Вопрос в том, как мы себя ведем, как мы со страхом боремся. Главное не ссать. Не ссать не в смысле того, что не бояться. Боятся все. А главное, что, в общем-то, не струсить, да, вот правильно, не струсить. Бояться и струсить – это разные слова. Александр Чея спрашивает. Сергей, Немцова называть Борей как-то не коментом. Я не прав? Вы знаете, вот у меня какое-то странное ощущение. Я всю жизнь свою общаюсь с людьми, которые старше меня. И, как правило, они старше меня намного. И мои друзья – это люди, которые там, некоторым из них на 10 лет старше меня, да. И мы всегда как-то на одном уровне со всеми. И когда я с Вячеславом Славовичем начал общаться, я там общаюсь с какими-то людьми, которым вообще там по 50 лет, которые мне в отцы годятся. Я с ними общаюсь на «ты», и мы в очень хороших отношениях, да. Поэтому, если я Бориса Ефимовича называю Борей, это не с точки зрения какого-то неуважения, презрения. Да, кстати, это, наверное, неправильно. Я, может быть, даже прошу прощения со своей стороны. Это, наверное, неэтично, да. Я с вами соглашусь. Но, как бы, я еще раз поясняю, что это не с точки зрения, что какое-то неуважение я свое таким образом высказываю. Наверное, это просто моя такая, может быть, даже невоспитанность. Вот как-то вот общество так сложилось вокруг меня, что я всегда с людьми достаточно взрослыми общаюсь и общаюсь на «ты». Хотя вот с Вячеславом Славовичем я всегда на «вы» ни разу с ним на «ты» не общался. Не знаю, в общем, как-то вот так вот сложилось, извините. Если это кого-то задевает, давайте я буду Бориса по отчеству называть. Мне совершенно несложно. Периодически мелькают в чате, заинтересуются, что с самолетом по последним новостям. По последним новостям, я думаю, что мы об этом и в 20-й день сейчас скажем, подняли один из черных ящиков. Я так понимаю, что он достаточно в хорошем состоянии поднимать какие-то обломки, находят, в общем-то, жертв, да. Поэтому ситуация пока не меняется, мое представление все то же самое, никакого теракта не было. Я понимаю, что люди очень любят конспирологические теории, да. И, ну, это почему-то вот какая-то особенность людей, они любят конспирологию. И я думаю, что если мы сейчас с тобой придумаем конспирологическую теорию о том, что Земля – это ромб, и запустим какие-нибудь вирусные видео в интернете с очень достаточно странными аргументами на эту тему, но именно с точки зрения того, что это от нас скрывают, это вот тщательно скрывается, это запрещенная правда. Вот любую глупость назовите запрещенной правдой, и в это будут верить огромное количество людей. Поэтому я не склонен к конспирологическим версиям. Как тот жанр называется? Макьюментари, да. Севдодокументари. Севдодокументари. Севдодокументари, абсолютно верно. Но если у нас сейчас абсолютно серьезно распространяется информация, огромное количество сторонников, это информация о том, что Земля плоская. Сотовая уже, а не дальше. Ну, сотовая – это уже там что-то сложное, там какие-то аргументы приводятся, но… Такая плоская, я не интересовался, там какие-то киты у них под этой плоской землей, которые ее греют. Там, ну, настолько это… Так, а ты откуда это знаешь, скажи мне, пожалуйста. Я интересуюсь разной информацией, даже если что-то не одобряю, меня любопытство раздирает. Да, возможно. Если бы у меня было время, я бы, может быть, с удовольствием поверил бы в то, что Земля плоская и, в общем-то, рвал бы глотку в интернете, всех неверующих бы, в общем-то, в этом убеждал. Вот шикарный вопрос от Даннен. Какие книги о революции и революционерах вы читаете? Читал… А революции читаю мало, скажу вам честно. И, кстати, в последнее время, вот последние два месяца начал читать больше. А во время выборов вообще очень мало читал, практически ничего не прочитал, просто потому что образ жизни такой был абсолютно какой-то сумасшедший, просто бешеный, да. И не всегда хватало времени, никогда, скажем, не всегда от слова никогда не хватало времени на чтение. А вот сейчас времени чуть больше, чуть больше появилось, начал читать то, что давно хранилось, да, так скажем, в списке литературы, с которой было интересно ознакомиться. Из революционной литературы про Че Гевару я говорил, да, что я читал его личные дневники. Это не художественная литература, скорее ее документальной можно назвать, но очень много, огромное количество я интересного оттуда подчеркнул. И в том числе вот рассуждения такие, да, наедине с самим собой Эрнесто Че Гевара на тему страха, да, на тему того, что он боится, и на тему того, что он рассуждает, что как бы пути назад нет, да. То есть я не смогу сейчас сказать своим, в общем-то, товарищам, соратникам, да, что, ребята, извините, я поехал домой, мне надо к маме. Интересные размышления у него есть, и они применимы, в общем-то, к нам и сегодня. Красно-Черный спрашивает, может, вы инопланетяне? И я вспоминаю эту историю, когда мы летали в Волгоград на Яке. Да, да, это, я тоже иногда задумываюсь об этом, инопланетяне ли мы, я не понял, первая часть, что красно-черное? Ну, это ник такой, красно-черный. А, красно-черный, я думал, что что-то про рубашку, я думаю, а при чем здесь инопланетяне носят красно-черные рубашки, о чем речь? Ну, это, наверное, по продолжению темы про плоскую землю, а так вообще, помнишь, когда летали в Волгоград, и у нас... Взрывались головы, да, такое было, романтическая история, надо обязательно ее как-нибудь рассказать. А вообще, есть очень много, вот опять про конспирологические теории, да, мнения о том, что вообще люди пролетели с других планет, и, кстати, вы будете смеяться, есть очень много аргументов и вопросов, которые... на которых нет ответа у ортодоксальных ученых, и если действительно люди пролетели с других планет, то это, в общем-то, вписывается в те вопросы, да. Ладно, сейчас вы скажете, что я глупостями каким-то, я не говорю, что я в это верю, но я этого не отрицаю, да, я не живой свидетель того, что люди пролетели с других планет, я не пролетел с другой планеты, а что там было тысячу лет назад, не знаю, может быть. Татьяна еще одна нам прислала, так, подписалась Татьяна еще одна, прислала нам 100 рублей. Сергей, благодарю за профессионализм, смелость, чувство юмора, спасибо. Татьяна, меня радует, что есть еще люди, которые как-то не подкалывают меня, действительно поддерживают. Спасибо вам за это. Путиноиды – это новый вид рептилоидов. Все, понеслось. Да, ну... Да, вот пишут это к Эдику, он любит такие темы. Я, кстати, не знаю, любит ли тему конспирологии Эдик. Мы, кстати, какую-то одну, да, я даже помню, какую-то одну тему конспирологии обсуждали на кухне в Москве. Это был такой очень знаковый вечер, интересный такой, вообще очень много интересных таких вещей. Когда мы говорим про выборы, у меня всегда такое ощущение, что это было, наверное, года три назад или четыре. То есть настолько все плотно, настолько насыщенно, и кажется, что вот это лето, когда мы ездили по России, это уже было, наверное, три года назад, потому что столько всего после этого произошло. А сейчас... Никого я не банил давно у меня, прям аж привыкли руки к топору. Подтяните того Мальцева, который избили, пусть будет с нами. Да, больше Мальцевых хороших разных, я тоже так считаю. Серега, мы все инопланетяне, просто прошло много веков, мы уже забыли. Я и говорю, что есть такие мнения, и я не могу их ни отрицать, ни подтверждать. Я подписался на канал Новое Поколение. Спасибо, мне очень приятно, совершенно без иронии об этом говорю. Тут люди, которые не сначала нас смотрят, не понимают, о чем речь, там, Вячеслава Мальцева избили, но не нашего Вячеслава Мальцева, поэтому такой заголовок. Вы посмотрите первую часть программы, я там достаточно подробно об этом говорю. Про новогодний пост скажем, опрос сделаем. Да, давайте такую интересную мысль, у нас есть такую интересную мысль. У нас есть такая интересная мысль у нас есть, заключается она в том, что... Да, я не умею так делать. Заключается она в том, что есть у нас группа ВКонтакте, дорогие друзья. Заходите в нее почаще, оставляйте какие-то свои интересные мнения, и мы там сделаем пост предновогодний, такой праздничный. И вы там можете написать, чем вам запомнился этот год, что вы ждете от предстоящего года. Мы все знаем, чего вы ждете от предстоящего года, чего мы все ждем от предстоящего года. Ну, может быть, у вас есть какие-то свои особые мнения, представления, да, пожелания, да, почему нет. Поэтому напишите, а мы, может быть, я однозначно сделаю какую-то новогоднюю программу свою. Да, понятно, что будет поздравление от Вячеслава Мальцева, вы, конечно, все это ждете, и я это жду. Но я, может быть, тоже какое-то неофициальное поздравление там с рюмкой чая, а с чем-то другим. Ну, в смысле, как-то иначе это проведу, может быть, в таком же формате расскажу, чем мне запомнился этот 2016 год, рассказать мне есть о чем совершенно безумный год, просто сумасшедший. Поэтому действительно есть о чем рассказать. Есть, наверное, о чем, не знаю, там, несколько хороших книг написать, может быть, когда-нибудь этим займусь. А так расскажу вам с удовольствием. Спрашивают про Демушкина. Информация обладает? Демушкин, ему продлили домашний арест, он находится дома. Странно, правда, домашний арест дома. До 21 февраля, если я не ошибаюсь, или до 22 февраля, в общем, до 2 февраля, до 2 части февраля. А там дальше будет опять пересмотрение, опять либо домашний арест, либо что-то еще. В общем, это такая, перманентно тянущийся процесс. Отношение к Сталину? Плохое. Отношение к Сталину плохое, я не... Даже так было сформулировано, считаете ли вы его националист? С точки зрения, что он там за благо нации вроде как родил. Не знаю. Вы знаете, моя семья подверглась странинским репрессиям. Моего прадеда, в общем-то, он был репрессирован. Репрессирован за то, что он руководил колхозом за Энгельсом. И в одну прекрасную весну к нему приехали, в общем-то, откуда-то, я так понимаю, с Саратова определенные люди, которые ему сказали, что сеять нужно не через неделю, а сегодня. И он сказал о том, что если посеять сегодня, то будет жуткий голод и все погибнет, потому что земля еще не готова. В общем-то, я так понимаю, был какой-то определенный конфликт, в результате чего его увезли, и больше никогда никто его не видел. И моя семья, и я никто, ни тогда никто не знал, в общем-то, что с ним случилось. Но, в общем-то, живым его больше никто не видел. Поэтому как я могу относиться к Сталину? Конечно, я отношусь к Сталину негативно. Это диктатор, это палач русского народа в первую очередь. Вы знаете, конечно, если сравнивать Сталина и Путина, то, конечно, Сталин, скажем так, он, может быть, не совсем правильными путями, не совсем человечна, но все же такой фашизм, в общем-то, был при Сталине, по сути, что такое фашизм. Это вождизм, это, там, я не знаю, диктат, и это главенство государства перед народом, да, то есть все во имя государства, государственный аппарат процветает, а люди живут в дерьме, да. Вот это вот чистый такой сталинский фашизм. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что государство-то процветало. Если мы возьмем цифры, если мы возьмем заводы, которые до сих пор стоят в России, некоторые, которые еще не развалили, они были построены при Сталине. Если мы возьмем, там, я не знаю, поствоенное время, да, восстановление страны после войны и так далее. То есть, да, это совершенно неоправданные меры, это античеловечный режим, который, в общем-то, Советский Союз поднял до определенных очень серьезных вершин. Оправданно это или неоправданно, это должен каждый для себя решить. Но когда сравнивают с Путиным, который просто какой-то мелкий жулик, который вот просто, я не знаю, можно сравнить его с Януковичем, который шапки в туалете воровал, да. То есть, вот как можно сравнить человека, который ворует шапки в туалете и человека, который построил огромную империю и, я не знаю, там. Но на крови наших с вами там прадедов и... Но сравнивать их, наверное, нельзя. А, это разного формата людей. Конечно, это абсолютно разные люди. Эдуард Илов, привет из Крыма, Савиан. Привет в Крым. Мы хотели в этом году доехать до Крыма, не удалось. В Крыму я не был никогда в жизни. Хочу ли я в Крым поехать? Не знаю, я бы хотел, наверное, просто интерес в Радзе съездить, пообщаться с людьми, посмотреть, что там на самом деле. Ну, хотя я предполагаю, да, что там. Поэтому привет Крыму, может быть, когда-нибудь, ну, я уверен, что когда-нибудь мы до вас доедем, до 5-11 или после, посмотрим. Войну выиграли вооруженные силы СССР. Я с вами согласен, что войну выиграли люди, а не Сталин. И, вы знаете, даже с точки зрения... Ну, ладно, я понимаю, что это очень такая сложная тема. Тема Сталина, она, наверное, одна из самых сложных в истории России. И, опять же, она очень большим количеством мифов и легенд обросла. И, вы знаете, наша с вами задача, дорогие друзья, наша с вами задача сделать так, чтобы через 50 лет ни одному дураку в интернете не пришло в голову рассказывать, какой Путин был молодец. И о том, что его диктатура и тирания была выражением национализма, и он поднимал страну с колен и так далее. То есть, все должно быть настолько прозрачно и настолько открыто, и лишено всех вот этих каких-то штампов и конспирологических теорий, да, чтобы в дальнейшем ни у кого даже мысли не пришло в голову, чтобы его оправдываться, как это сейчас происходит со Сталином. Ну, должна быть объективная, да, какая-то информация, знание... Конечно, должен быть... ...в разных сторон, чтобы не было обратно замалчивания или там задывания грязью. Нет, конечно, не какой-то грязью. Открытый суд, открытое судебное дело, открытый допрос тех этих людей, которые сейчас находятся у власти и без проблем, и чтобы потом никто не рассказывал, что их как-то оклеветали, обитнали. Вот, пожалуйста, все их словами сказано. Причем мы же говорим о том, что мы гарантируем совершенно открытый суд, не тот, который сейчас, что мы кому-то вставим паяльник в задницу и скажем, говори, что ты негодяй. Вот, пожалуйста, вы хотите адвокатов? Пожалуйста, адвокатов, нормальных адвокатов. Мы вам предоставим совершенно нормальную площадку. Вопрос в том, какие будут решения этого суда, насколько они будут, например, в Европейскую конвенцию о правах человека вписываться? Не знаю. Посмотрим. И мы тоже об этом говорим, мы никого не обманываем. Посмотрим, что люди решат, что скажут люди, да. Захотят ли, чтобы люди, чтобы там в отношении Путина или в отношении его каких-то дружков действовала Европейская конвенция о правах человека, который он подтирается очень активно сейчас? Захотят ли люди, которые в колонии, в Карельской, там, которых пытают на дыбе, в буквальном смысле на дыбе, которым ломают там руки, ноги, которым хлорку в глаза сыпят? Захотят ли они, чтобы в отношении вот этих людей, которые им сыпят хлорку в глаза, чтобы какие-то конвенции о правах людей на них распространялись? Мы посмотрим. Это вам решать, дорогие друзья. Нам, с вами. У меня есть свое там мнение какое-то на этот счет, да. Я думаю, что у вас есть тоже какое-то свое. Славкий Перчик пишет. Скоро будем запускать фейерверк 5 января. Да, это очень хорошо. Я думаю, что вообще у нас был такой разговор, что сейчас вот этот промежуток праздников мы, может быть, посвятим поездкам по России, поэтому, может быть, запустим с вами где-то вместе. Есть некоторые города, которые нам очень хотелось бы посетить. Ждите нас, что сказать. Так, просят закругляться. Логично, через 45 минут у нас уже плохие новости, так что давайте какие-нибудь пару последних вопросов, пару-тройку, и, в общем-то, увидимся через 45 минут. Почему вы не общаетесь с сотниками? Кто такой сотник? Ты не знаешь, что такое сотник? Это же великий политик. Это что? Это самые известные, это будущее России, это вождь, это практически бог. Это едва ли не святой человек. Ты понимаешь, везде, где появляется сотник, у людей проблемы с ремонтом, им приходится красить потолки, потому что его нимб задевает и оставляет следы на потолке. А ты не знаешь, кто такой сотник. Тебе должно быть стыдно. Сотник – это человек, который, ты понимаешь, можно не знать таблицу умножения, но в школе все должны знать, кто такой сотник. Если вы хотите знать, почему я не общаюсь с сотником, я с ним никогда и не общался, если он захочет со мной пообщаться, я с удовольствием с ним пообщаюсь. Если вы с глобальной точки зрения, ну, я не знаю, я как-то не хочу это обсуждать. То есть, сотник – человек, который всю свою политическую деятельность сейчас превратил в том, что он изоблачает там какие-то секреты Мальцева, да, и какие-то совершенно глупые там, то, что Мальцева спонсируют какие-то украинские олигархи. Ты знаешь эту историю? Сотник рассказывает о том, что Мальцева спонсируют украинские олигархи. А знаешь, кто такие украинские олигархи? Это человек, на которого я раньше работал, Д.Вячеслав И.Славович. Они друг с другом даже не знакомы. Они ни разу, там, один раз, что виделись в областной думе, то есть, вообще никакого отношения друг к другу не имеют, но сотник провел вот такую аналогию, суперсекретное расследование, что я раньше работал на того человека, и поэтому теперь тот человек платит через меня деньги Мальцева. Я финансовый канал Мальцева, видите, как получается. И вот это его, он жизнь свою кладет на том, чтобы разоблачать Мальцева. Ну, классно, что? Да, она спрашивает, а как вы хотите предоставить неприкосновенности, о которой говорит Мальцев? Я тоже не в курсе. Неприкосновенность к кому? Людям, которые сейчас находятся, ну, этим нечтам, которые сейчас находятся у власти, да, вы правы, с этим будут... Сюда. Ну, и проблемы с тем, чтобы, в общем-то, эти люди раньше сюда не отправились, да, то есть, не закричали «Аллах Акбар» и не полетели куда-то вверх или вниз. Поэтому, да, нужно будет обеспечить их безопасности от разъяренных граждан и от самих себя. Так, друзья, давайте про сотника. Хорошо, Сережа Сотник, нормальный журналист, опрашивает вату на улицах, ничего плохого о Мальцеве не говорит. Давайте разделим Сотника на две части, да. Первая часть. Сотник говорит про Мальцева. Откроете его Twitter, откроете его страницу ВКонтакте. Я это сам лично видел, особенно в период выборов, да. И у него там были какие-то супер... Причем, вот, вы знаешь, как у него строятся предложения раз за разом? Он пишет пост с таким огромным капслоком, заголовком. «Это последний раз, когда я говорю про там Мальцева. Не знаю, в жизни мой благой язык больше не затронет, чтобы уста моего имени этого больше не произносили. Но поскольку вы просите, я в очередной раз вам расскажу страшную тайну». И начинает рассказывать страшную тайну про украинских олигархов, про какие-то магазины. Ты представляешь, у Мальцева был оружейный магазин в Москве. Фу, в Москве, в Саратове. Это тайна. Он разоблачил, он отправил каких-то там журналистов, которые это откопали. Да мы в нем сидим, Сотник, мы сидим в этом магазине. Его нету сколько лет, этого магазина. А ты разоблачил, ты молодец. Вот у него разоблачительная часть есть, да. И вторая часть, из-за которой он стал известен, это его опросы на улицах. Чем занимается Сотник? Давайте посмотрим с точки зрения полезности или бесполезности протесту. Чем занимается Сотник? Сотник выходит на улицы и говорит, там, вчера, не знаю, там, упал самолет такой-то. Что об этом думают граждане России? Находит каких-то людей. Я не знаю, что это за люди. Но я допускаю, что это реальные люди. И, в общем-то, делает все его материалы на тему того, какие тупые в России граждане, что везде вата. То есть, среднестатистический человек, который смотрит Сотника, он о чем думает? Он думает о том, что вот все вот такие, все такие придурки, все вот такие ватные, ничего делать не надо. То есть, у человека сразу падает какой-то протестный потенциал, потому что он видит вот этих людей. И Сотник как бы таким образом, то есть, всех сравнивает под одну гребенку. Это выгодно власти? Ну, наверное, выгодно. То есть, ты создаешь какой-то протестный образ человека, якобы оппозиционера, который ходит по России, спрашивает каких-то людей на разные темы, выставляет из них идиотов, или они сами себя выставляют идиотами, неважно, и ватниками. И он говорит, ну вот видите, нам, конечно, нужно что-то менять, но как же менять вот с такими людьми? Сотник, я тебе знаю, что я хочу сказать. Вокруг говна летают мухи, да? У говна окружение вызывают мухи. Вот у меня почему-то нет ватников в окружении, да? Я почему-то, когда с людьми общаюсь, они все адекватные. Вот ты не представляешь, вот я очень давно не видел каких-то неадекватных людей в своем окружении. Очень давно не видел, даже на улицах их не вижу. Почему так происходит, ты мне объясни. Ну, либо как-то ты с какими-то другими людьми общаешься, либо вот я тебе объяснил, да, вокруг чего летают мухи. Да, ну, уточнил, что неприкосновенность Путин. Я так понимаю, мысль о Навальном продолжается. Может быть, Вячеслав Вячеславович как-то ее обновалит? Мы говорили, да. О чем говорил Навальный? Опять вокруг этого там много каких-то слухов и мифов. Давайте вот я сейчас об этом скажу, и мы закончим, потому что уже 2020. Да, по Саратову я это время не признаю, 21-20. Я считаю, что нет этого времени, я по Москве живу, по человеческому времени. 2020 по Москве. И что имел в виду Навальный? Навальный говорил о том, что если Путин будет вести конструктивный диалог с силами оппозиции, и если Путин будет готов мирно передать власть путем выборов, или путем каким-то другим, да, путем договоренностей, то есть если будет большой протестный потенциал, то есть вот представьте, собралось огромное количество людей где-то на Сахарова, на Болотный, то есть это либеральный такой сценарий, да, и они кричат Путин уходи, Путин там дрожит, и начинает договариваться там с Навальным о том, что он ему передает власть, а Навальный ему гарантирует безопасность. Ну, мы сказали о том, что это, конечно, может быть логично, да, но с такой же точки зрения надо продумывать, а что случится, что нам с тобой делать, вот давай продумаем, если вдруг прилетят рептилоиды и отдадут нам власть. Ну, нужно же быть готовым к этому, правда? Просто, на мой взгляд, произойдет вот то, о чем я сейчас описал с Путиным, примерно с той же вероятностью, если прилетят рептилоиды и вдруг скажут, вот, ребята, вам теперь власть, заходите в Кремль. Ну, тогда надо и это обсуждать, и к этому быть готовым. Надо же разные сценарии иметь, да? Но, с другой стороны, Навальный сам сказал, что это маловероятно, и сейчас не 2012 год, чтобы на это надеяться, он прав. Вот, поэтому, когда люди говорят, что Навальный пообещал Путину безопасность, это не так. Навальный пообещал Путину безопасность, если он власть отдаст, добровольно. Отдаст Путин власть добровольно? Ну, я не знаю. Если отдаст, то я всеми руками и ногами поддерживаю, чтобы дать Путину. Да хер с ним, пусть катится на все четыре стороны, какая разница. Поэтому, не знаю, посмотрим. Я думаю, его быстро, в таком случае, возмездие найдет. Путина, конечно, нет. Но, ты знаешь, даже если его не найдет какое-то физическое возмездие, в том плане, что там какие-то, я не знаю, там, негодяи его где-то найдут, да, то я думаю, что там все и так без этого очень плохо. То есть, если мы видим, как он выглядит на пресс-конференциях, на прямых линиях, да, если мы видим какие-то фотографии там после пресс-конференций, советую всем посмотреть, да, когда у Путина была какая-то пресс-конференция, не последняя, а вот там в октябре, что ли, да, какие-то журналисты его сфотографировали, когда он вышел уже к машине, да. То есть, он на пресс-конференции выглядел, в общем-то, в одном образе, скажем так, да, к машине он вышел уже совершенно в другом. Там какие-то пятна на лице абсолютно красные, то есть, его гримируют уже таким тоном штукатурки. Наверное, Олег Попов столько не пользовал грима во время выступлений, сколько сейчас путает себя Путин, да. Поэтому я думаю, что у него очень большие проблемы со здоровьем есть, да, и это уже многие об этом говорят. И если там появляются какие-то информации там из немецких клиник, в которые обращался Путин, да, Путин со всеми посрался, все начали его сдавать. И немецкие клиники уже сообщают, что у Путина рак, поэтому, не знаю, как к этому относиться. Это может быть правдой, может быть неправдой, но то, что он выглядит как больной человек, конечно, безусловно. Сколько ему шаг, да, сколько было? Путина? Да, хреново. 50 сколько-то, 6 что ли? Или нет, больше, больше, 60 уже с чем-то, больше. Сколько Путина лет? Я, кстати, не знаю, вот ты будешь смеяться, не знаю. 60 с чем-то. Он сожрет себя изнутри, и это тоже верно. Он уже сжирает себя изнутри. 52-го года он. Так, ну что, друзья, 20 часов 23 минуты по Москве. Я рад был всех, так, сейчас, секундочку. Я рад был всех забанить, одну секунду, но не всех. Я сегодня забанил только троих человек. Порадуйте, вернее, хвалите меня, да, я боюсь их со своей ломкой. Нет, я, кстати, не люблю кого-то банить. 64 люди пишут, спасибо. Как наш регион, Саратовский. 64 года Путину. Спасибо вам, что вы нас смотрите. Второй день подряд мы выходим в эфир, и сегодня даже без проблем. Как видите, мы практически, да, вначале там несущественные проблемы. Мы их решили достаточно быстро. Ну вот, такой интересный, мне кажется, у нас сегодня эфир. Интересные, откровенные диалоги друг с другом, да. Надеюсь, что следующий эфир будет не менее интересным, когда он произойдет. Ну, надеюсь, что в четверг. Вот, поэтому следите за новостями. До 21 часа по Москве я с вами прощаюсь. До плохих новостей. И, следовательно, до четверга, надеюсь, когда выйдет мой следующий эфир. Спасибо вам. Доброго вам. Да. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok